Товарищеские игры с корейцами для Адмирала первые после долгого летнего отпуска. Несмотря на пляжный сезон, поддержать команду пришли тысячи болельщиков, тем более вход в Фитисов арену в эти выходные был свободным. Национальная сборная Кореи прибыла на поединок с россиянами почти в основном составе. Оттого и результат. В первом матче азиатские гости забили три шайбы подряд. Однако хозяева смогли не только переломить ход игры, но и в итоге вырвать победу 5-3. Впервые так рано, в июле уже у нас начались здесь игры. И самое интересное и главное, что соперник достойный. То есть сборная Корея, несмотря ни на что, как многие думали, что там шапками чуть ли не закидаем. На самом деле нет. Очень хороший уровень показали. Да и ребята наши это признали. Для болельщиков это тоже радость, потому что наконец-то мы увидели свою команду после долгого отпуска. И все довольные остались, все счастливые, все улыбаются. Очень счастливые, тем более команда выиграла. Лучшим игроком матча, оформившим дубль, стал Виктор Александров, который в составе сборной Казахстана уже встречался с корейцами на чемпионатах мира. Говорит, 10 лет назад это была другая команда. Их даже не считали за соперников. С тех пор Южная Корея прошла путь от низшего дивизиона до элиты мирового хоккея. Меня очень сильно удивило корейцы, потому что начало атаки просто у них никто не бросает, по бортам не откидывается. Мы ждали вообще другого хоккея. Мы ждали, что будет такой северно-американский, там будут кидать, бежать, бросать. Они играли такой, можно сказать, как в СССРский хоккей. Второй поединок прошел будто по тому же сценарию, только с другими действующими лицами. Счет открыли гости, но моряки в обновленном составе смогли вновь сравняться и к концу матча вывести результат в свою пользу. 3-2. В эти выходные каждая команда решала свои задачи. Для приморцев главное подготовиться к играм КХЛ. У южнокорейцев все мысли о грядущей зимней Олимпиаде. Владивосток находится очень близко к Южной Корее. Всего пару часов в самолете, и мы здесь. Хочу поблагодарить Адмирал за эти игры. Для нас это очень ценный опыт. У вас по-настоящему крутая команда. Вы счастливчики. Две игры эти нам дали пищу для размышлений. То есть мы посмотрели всех на ребят, которые на просмотре, у которых двусторонние контракты. То есть кто что на данный момент способен, кто на что. Хорошая команда сборной Южной Кореи. То есть то, что нам надо и было сейчас. Этими матчами приморцы подвели некую черту после первого этапа подготовки к сезону. Теперь морякам предстоит помериться силами непосредственно с соседями по КХЛ. Уже 6 августа Адмирал начинает свое выездное шествие в Кубке Президента Республики Казахстан, где в стартовой игре встретится с Авангардом. Максим Яковлев, Новости спорта на 8.